Как организовано горячее питание в школах Дагестана, чтобы ответить на этот вопрос? Специальная комиссия во главе с заместителем министра просвещения России Екатериной Толстиковой объехала уже несколько школ в городах и районах региона. На этот раз она посетила Сулейманстальский район. С комиссией побывал и наш корреспондент Кадыра Блазизов, который с первых уст узнал, как питаются школьники. Вкусно? Да! Что сегодня у нас вообще по меню? Мясо! Мясо! Плов! Плов! Первое, второе и компот. И каждый день еда разная, меню не повторяется. Бесплатное горячее питание и такое разнообразие в школьной столовой села Сайтаркент появилось в этом учебном году. В меню не только стандартные блюда, но и национальные. Плед наш национальный, мяса из пекли. Вот пловище нашли из Киевской тоже с гарниром. Это отделы готовятся. И еще компот и сухофрукты. Тоже здесь выращивают? Да, да. Сами сушили яблоки. Если в прошлом году на школьников полагалось 15 рублей на обед, то с этого года уже 61. Это огромная разница, отмечают родители. Даже после долгого дня на учебе дети приходят домой полными сил, а хорошие оценки в дневниках стали появляться все чаще. А самое главное – питание правильное и здоровое. Детям это очень нравится. Они и сытые, и когда вот сыт живут, сами знаете, и учиться тоже есть желание. И домой тоже идут спокойно. Дети довольны. Родители тоже довольны. Вот и учителя тоже довольны. Так вот все в общем хорошо. Большие средства сейчас выделены из федерального бюджета для поддержки наших субъектов, чтобы могли обеспечить действительно качественно. И самое главное – здоровое питание. Это новая формулировка в законодательстве именно здоровое питание. Это означает, что все меню согласовано сейчас с Роспотребнадзором, чтобы не было каких-то дефицитов в витаминах или в калориях. Далее комиссия направилась в среднюю школу номер 2 села Касумкент. Здесь к новому учебному году столовая оборудована по последнему слову техники. Имеются различные печи для готовки. В условиях пандемии здесь позаботились и о безопасности, установили автоматические дезинфекторы для рук, а также проведен ремонт. Для полного счастья в этой большой школе не хватало личного автотранспорта, отметила делегация, чтобы дети из отдаленных краев большого села могли добраться на учебу. Подарок не заставил себя долго ждать. Здесь же администрации школы вручили комфортабельный современный многоместный школьный автобус, отвечающий всем требованиям безопасности. Кадыр Абдул-Азизов, Махарбек Амариев, Камила Раджабова и Юсуп Гази Амаров. Время новостей. Сулейманстальский район. Продолжение следует...